МЧС, лесничество и местные жители в горах Дагестана общими силами пытаются потушить пожар. Для удобства и комфорта пассажиров. Сколько новых автобусов получит Дагестан, расскажем в выпуске. Помогли осуществить мечту всей жизни. Подопечные фонда «Инсан» из малообеспеченных семей отправились на Святые Земли, Мекки и Медины. Дополнение к поясу чемпиона UFC Исламу Махачеву вручили Орден Почеты Республики Дагестан. Подробности в спортивном блоке новостей. Вот уже несколько дней в Ботлихском районе на склоне горы недалеко от села Муни разрозненными очагами горит сухая трава. Площадь пожара достигла чуть более 300 квадратных метров. Его тушение осложняется труднодоступностью местности. В ликвидации возгорания задействовано 10 единиц спецтехники и 96 человек. Это специалисты МЧС, местные жители и работники лесничества. Идет тление в связи с тем, что очень тяжелый рельеф, то есть обрывистые, скалистые места. Есть участки, на которые доступа нет. Привлечено 18 человек жителей близлежащих сел, 25 человек работников МЧС, которые нам активно помогают. И мы с ними взаимодействуем в плотном контакте. Я нахожусь сейчас как раз в ЦУКСе, центральном управлении кризисных ситуаций МЧС. Мы обсуждаем дальнейшее развитие этого возгорания и меры, которые мы должны предпринять. Работников лесного хозяйства там 66 человек. Но в связи с тем, что, как я сказал, что там дорог нет, в основном осуществляется работа ручным шансовым инструментом. Кроме этого, никакой угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. В принципе, местные жители это могут подтвердить. Мы до момента тушения будем работать там, после тушения будем караулить для предотвращения повторных возгораний. Дагестан до конца этого года получит 61 единицу общественного транспорта. Такую договоренность удалось достичь на полях Петербургского международного экономического форума, который проходит в северной столице уже третий день. Курсировать новый автотранспорт будет по Махачкале с января 2025 года. Это 17 автобусов большого класса и 44 среднего, в том числе использующие природный газ в качестве моторного топлива. Благотворительный фонд «Инсан» начал прием заявок на жертвоприношение в Курбан-Байрам. Это один из значимых праздников в исламе. До него осталось всего неделя. Ориентировочная цена барана в Махачкале составляет 14,5 тысяч рублей, а в Мекке – 10 тысяч. Последние годы жертвоприношения можно сделать и в пользу нуждающихся священного города. В период хажа там работают сотрудники «Инсан», которые занимаются всеми необходимыми процедурами. Мы работаем через приложение нашего фонда, где предлагаем любому жителю нашей страны совершить этот обряд. Сделали дополнительные поля, где человек может сразу заявить, за кого он будет жертвовать, выбрать Мекку или Махачкалу, написать адрес доставки, если он часть хочет получить жертвенного животного и оплатить, ждать, когда ему привезут. И в продолжение темы. 10 подопечных фонда «Инсан» отправились на святые земли, чтобы совершить хадж. Свою заветную мечту паломники из Дагестана осуществили благодаря пожертвованиям неравнодушных людей. Они уже в Мекке делятся своими впечатлениями. Они и представить не могли, что когда-нибудь посетят святые земли и увидят Каабу. Но их мечта сбылась благодаря пожертвованиям неравнодушных людей. 10 подопечных фонда «Инсан» уже в Саудии. Паломники не могут сдержать эмоций. Эльмира Мусаева в числе 10 подопечных благотворительной организации, которая исполнила одну из важнейших обязанностей мусульманина. От волнения она не может описать своих чувств и лишь благодарить всех причастных за возможность находиться в Мекке. Я попросила для себя еще больше имана и за своих детей, чтобы они правильный путь держали, чтобы у них был крепкий иман. И сделала за всех мусульман, а сделала за фонд «Инсан», чтобы тех, кто причастен ко всему этому, я вам благодарна за все. Паломников фонд выбрал из числа людей с ограниченными финансовыми возможностями. Поэтому люди радуются каждому дню, проведенному в хаджи, и все свое время они проводят в поклонении. Больше того, что я ожидала, даже больше. Такие эмоции были, прям. Словами не передать, где-то надо здесь побыть, чтобы вот это все пережить. Я, во-первых, хочу поблагодарить «Инсан» фонд и всем желать крепкого имана, чтобы все попали в эту землю. Помимо путевок, каждому из подопечных выделили по 40 тысяч рублей на необходимые расходы, а также предоставили сертификаты на покупку жертвенного животного в Мекке. Праздник Курбан-Байрам мусульмане всего мира отметят в конце следующей недели. Курбан Рагимов, Шамиль Аббасов и Саид Магомирзаев. Телеканал ННТ. Пик новостям спорта. Чемпиону ЕФС Исламу Махачеву вручили орден почета. Государственную награду республики бойцой ММА передал Сергей Меликов. Глава региона поздравил Махачева с успешной защитой чемпионского пояса, назвав победу над американцем Дастином Парье великой. Меликов также подчеркнул, что наш спортсмен заслуженно занимает первую строчку в рейтинге лучших бойцов планеты. На самом деле, я считаю, что здесь не надо бояться больших слов и громких. Это очередная великая победа. И очень важно, что на сегодняшний день мы остаемся победителями в тех видах спорта, которые уже по большому счету стали для нас практически национальными. Потому что и то, что Хабиб в октагоне в свое время сделал, то, что теперь уже ты. Это действительно говорит о том, что мы завоевали, наверное, октагон, все 8 углов за дагестанцами. Еще раз хочу сказать, что все гордимся и твоей победой. На встрече также присутствовали отец ислама Рамазан Махачев и тренер Муслим Амир Арсланов. Чемпион UFC поблагодарил главу за внимание и пообещал не останавливаться на достигнутом. Дагестанские легкоатлеты стали медалистами Кубка чемпионов по пароатлетике. Соревнования среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата и слабовидящих прошли в Екатеринбурге. В активе наших спортсменов 9 медалей, 4 из которых золотые. Свой высокий класс метаний клаба подтвердил победитель пара Олимпиады в Токио Мусат Аймазов. В своих дисциплинах отличились также метатель диска Виктор Кипаренко. В прыжках в длину не было равных Александру Сорокину, а в толкании ядра лучший результат у Алигаджи Абдурахимова. В копилке сборной Дагестана также есть одно серебро и три бронзовые медали. Шестеро дагестанских борцов представят сборную России на играх БРИКС в Казани. Торнир вольников на главном спортивном форуме страны этого года пройдет 17 по 18 июня. В состав хозяев ковра вошли лидеры команды в неолимпийских весах, а также вторые и третьи номера. Среди них чемпион мира Абазгаджи Магомедов и чемпион Европы Курбан Шараев. Также в заявке россиян Рамис Гамзатов, Башир Магомедов, Магомед Магомаев и Шамиль Мусаев. На этом я с вами прощаюсь. Смотрите нас также в социальных сетях. Для вас в студии работала была Ахмедова. Спасибо, хороших всем новостей и приятных выходных. Всего доброго и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова